Насколько сегодня искренне популярен Владимир Путин? Вот без всяких приписок, доработок. Насколько общество сегодня готово его поддержать? Просто вот открыто. Это очень хороший вопрос, на который мы на самом деле не знаем ответа. Я объясню почему. Не потому, что социология говорит, хотя я не исключаю, что некоторые социологические центры могут лукавить, а потому что люди не говорят правду. Боятся, да? Они боятся, они как в советское время, это вот точно-точно как было в советское время, они уходят от ответов или они дают социально одобряемые ответы. То есть пытаясь угадать, что от них хотят услышать интервьюеры. Ну и плюс еще там характерный именно для России такой страх перед властью, вот именно перед действующей. Надо вот хвалить всегда действующую власть. Поэтому на самом деле какой его рейтинг мы не знаем. Хотя я смогу с высокой уверенностью говорить, что это высокий рейтинг. Это рейтинг гораздо выше, чем рейтинг любого политика, но вредно он составляет, конечно, 80%. Я думаю, что реально меньше. Это первое. Второе. Этот рейтинг основан, конечно, на безальтернативности. Если вы правите, там, фактически правите в стране 17 лет, и вы зачистили оппозиционную поляну так, что, там, даже, знаете, кочка кажется уже манбланом, вот, то люди смотрят, ну да, собственно, нам выбирать-то из чего. Это была сознательная стратегия власти по нивелированию всех альтернатив. Вот эта вот история, там, значит, борьбы, скажем, Тимошенко с Януковичем, да, в России просто невозможна. Этого не было. Ну, фигуры соизмеримые с президентом, там, с Путиным нет. Этого добились искусственными способами. И есть еще одно очень важное обстоятельство. Это усталость людей морально-психологически. Мне кажется, этот фактор недооценивается. В том, что существует, в общем, установленной психологией срок приемлемости для нас какого-то лидерства. Ну, ведь он там составляет где-то от 9 до 12 лет. А после этого наступает ситуация, или мы входим в состояние, которое прекрасно описывается украинской же поговоркой «Хайгирша таича». Да, у людей возникает потребность в каких-то переменах. Даже если это был очень удачливый лидер, даже если он красавчик, симпатяга, мы начинаем хотеть чего-то другого. И у меня ощущение, что не только Путин устал от власти. Судя по его некоторым фразам, он просто действительно устал. Вы находитесь фактически в безвоздушном пространстве. Это очень странное, видимо, состояние. Но и общество тоже изрядно устало от власти. И последнее, это то, о чём мы с вами уже говорили, что для того, чтобы Путину снова пойти на выбор, ему надо предстать в обновлённом образе. А для этого ему надо предложить ту повестку, которую он не предлагал, или в которой испытывает потребность общества. Общество хочет будущего. Пока, Владимир Владимирович, сформулировать будущее для общества не в состоянии. Поэтому его рейтинг велик. Я думаю, что даже если бы это была действительно честная конкуренция, он бы, скорее всего, выиграл выборы. Хотя, может быть, во втором туре, а не в первом. Но в России не принято готовиться ко второму туру. Всё надо решать в первом. Но, тем не менее, впервые за многие годы, я могу вам сказать с уверенностью, президентские выборы в Российской Федерации будут проходить в ситуации нарастающего политического кризиса. Такого ещё не было. Потому что даже в 2012 году такого кризиса совершенно точно не было. И таких массовых ощущений не было. В 2012 году Путин абсолютно точно побеждал с большим преимуществом. Сейчас ситуация стала меняться. И осенью, я думаю, она изменится ещё существеннее, и мы всё это увидим.